Здравствуйте! Сегодня рассмотрим, как поставить замок на входную дверь. С чего начать? Начинаем с выбора, какой замок поставить. Накладной или врезной? В данном случае будет показано видео по врезке внутреннего замка в дверь. На высоте 90-95 см делаем отметку для врезки замка. Прикладываем замок в дверь и отписываем место расположения сердцевины, или, так сказать, личинки замка двери и помечаем границы размера его. Прикладываем уголок и переносим отметки расположения замка на торец двери. Теперь по толщине дверного полотна вычитываем 14 мм. Это толщина замка и оставшуюся разницу делим пополам. Это дверное полотно толщиной 30 мм. Значит, отступая с краев обшивки двери по 8 мм, делаю отметки с двух сторон и соединяю их прямой по угольнику. Оставшуюся середину, предназначенную под замок, размером 14 мм, мне предстоит высверлить или, так сказать, выдолбить. Но сперва необходимо просверлить отверстие для личинки замка двери маленьким сверлом. А потом расширяю его сверлом по размеру с сердцевиной замка. Просверленные верхние точки отверстия соединяю продавливанием их между собой, тоже сверлом. Если дверь новая, то это проделываем аккуратно с двух сторон, чтобы при выходе сверла не повредить облицовки двери. Теперь по месту ранее отписанного контура под замок намечаем фрезой диаметром 15 мм места сверления. Начинаем сверление отверстий с крайних точек расположения замка. Все отверстия просверлены, и теперь их предстоит выдолбить той же фрезой. Вот так выглядит это гнездо для замка. Ставим замок в это гнездо и отписываем по контуру планки его. Аккуратно делаем углубление 2 мм стамеской и зачищаем его. Теперь проверим, как будет входить замок в это гнездо. Замок сел хорошо. Теперь проверяем и личинку замка двери. Все хорошо подошло. Закрепляем замок на саморезы, и личинку двери болтом, идущим в комплекте замка. Проверяем еще раз и убеждаемся в работоспособности врезного замка, установленного своими руками. Теперь можно прикручивать декоративные накладки личинки дверного замка, идущего в комплекте. Еще осталось мне отметить на коробке двери место расположения язычка задвижки замка. Выкручиваем ключом язычок замка и намазываем его краской или другим отписывающим материалом. Прикрываем дверь, и вращением ключа будет отписана метка для сверления под язычок. Совмещаем накладку, идущую в комплекте, с меткой, отпечатанной при оттиске, и обводим по контуру, куда будет входить защелка замка. Берем по размеру сверло и дрелью ее рассверливаем в отверстии, в дальнейшем продавливаем его. Подчищаем стамеской это гнездо и закрываем дверь для проверки на запирание ее замком. Свободное движение ключом запирает дверь на задвижку, значит все хорошо подогнано. Теперь берем накладку под защелку и отписываем ее по месту, совмещая внутренние стороны с выдолбленным гнездом дверной коробки. Углубление под планку делаем аккуратно и прикручиваем ее на саморезы. Вот так это выглядит. Закрываем дверь и проверяем на закрытие замком. Вся работа по врезке замка в дверь своими руками занимает около 30-40 минут. Надеюсь, это видео будет полезным, кто желает сам врезать замок, но не знает как. Кто желает получать известие о добавленных мною новых, интересных и полезных видео, то не забудем подписаться на канал. Всем желаю удачи, всего доброго, до новых встреч на моем канале. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч!